МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Курганский юниор, преградивший в том году Олимпии дорогу к финалу первенства лиги. Сейчас, получается, долг за эти поражения олимпийцы вернули и сделали это, прямо скажем, на загляденье. Юниор, как и Олимпия, тяжело привыкать к соперникам классам выше. Команды с начала сезона, если не поставщики очков, а по крайней мере те клубы, с которыми их оппоненты редко испытывают игровые проблемы. А вот личная встреча – хороший повод доказать себе, что ты еще чего-то стоишь, находясь среди молодежной хоккейной элиты. Высокие скорости, хитрые комбинации, как следствие, растущие в геометрической прогрессии опасные моменты. Вот чем удивила юниор Олимпия. Как честно потом признаются тренеры Курганского клуба, к такому повороту событий они были не готовы. В понедельничный вечер на высоте была и реализация голевых эпизодов. Нашу команду буквально прорвало во втором периоде, когда она забросила сразу четыре шайбы, существенно повлиявшие на итогов результат 5-1. Закономерно, незакономерно, но должны же когда-то были выиграть, потому что постоянно не хватало чуть-чуть, когда сыграли в ничью, и везение, сегодня наконец-то и везение повернулось в атаке. Забили голы, сначала трудовые, потом и красивые. И в принципе поймали кураж в атаке, надеялись, что ребята в атаке будут более раскованы и нацелены действовать. После клубов с Урала и Сибири с 6 октября Чапецкая дружина берется за команды своего дивизиона. Первым в очереди стоит молот, обыгрывая который Олимпия может продолжить турнирное восхождение по таблице. На данный момент у нее восьмое место. Постепенно втягиваются в турнирные дела и ребята из клуба «Вятка». Пострадав в первом туре от главного фаворита юношеского первенства «Акбарса», кировчане во втором уже дома постарались забыть казанское фиаско. Благо к этому располагал статус верстников из Ишстали, третий год подряд ведущих борьбу за выживание в группе «А». Нашим ребятам, похоже, предстоит то же самое. Да и руководство «Вятки», учитывая реалии, поставило перед командой четкую задачу – сохранить прописку в группе «А». Определенный задел сделан. С Ишсталью, пусть и не в полном объеме, но очки набраны. Не справившись с волнением в дебютном домашнем матче и проиграв 7-9, на следующий день подопечные Юрия Валикжанина с разрывом в те же две шайбы выиграли у Ижевцев 7-5. До середины октября у «Вятки» тяжелый период – выезды в Нижний Новгород и Нижнекамск, где местные юношеские клубы, скорее всего, и поведут спор с «Акбарсом» за первое место в группе. Приятные новости на неделе пришли из подмосковного Раменского. Там прошло первенство России по прыжкам на акробатической дорожке. Отборное первенство велся весь календарный год. Наиболее стабильные результаты по сезону показывал Егор Селезнев. В решающий момент уроженец «Вятских полян» в очередной раз образцово исполнил всю прыжковую программу, набрав наивысшую сумму баллов. Она и принесла ему звание победителя соревнований. Другим чемпионом от Кировской области в возрасте 11-12 лет стала Екатерина Кислицына, с заметным превосходством опередившая всех своих соперниц. Отметим и трех остальных призеров первенства – бронзовую медалистку среди девушек Ирину Дубову, а также юниорскую пару Екатерина Тимофейчук и Марина Сичихина, завоевавших второе и третье место соответственно. Добавим, что некоторые из этих ребят поедут на ноябрьское мировое первенство в Болгарию. Далее еще об одной отборочной кампании. Спорткомплекс Олимпийский завершилось областное первенство по фехтованию. Для спортсменов однодневный турнир был крайне важен. На нем начался формироваться состав сборной команды области, и уже первый старт показал, что большинство кандидатов в нее готовы к большим свершениям. В любом деле, касающемся спортивных результатов, мелочей, как известно, не бывает. Областная федерация фехтования по этому пути идет не первый год. Нынче вместе со школой удалось отремонтировать малый зал, закупить современный инвентарь и дорожки. Существенные подвижки есть и по тренерской линии. К опытным наставникам начинают присоединяться молодые кадры. Сейчас Федерация фехтования России приняла лишь программу. Программа начинает действовать с 1 сентября. Документы мы отправили, и по этой программе будет доплачиваться до 25 тысяч начинающему тренеру до 30 лет. Создаваемый сплав опыта и молодости призван поднять на новый уровень этот вид спорта в области. Ведь у нас есть кому прогрессировать, считает Владимир Погодин. Весной в Сдержинске на всероссийском турнире Окской клинки в командном первенстве у юношей на шпагах кировчане берут золото. А Юлия Кадырова на недавнем международном турнире в Санкт-Петербурге становится пятой из 112 участниц. Получив первое боевое крещение, Кадырова в новый для себя сезон входит пока без лишнего волнения. Областное первенство хоть и началось поражение, но это только ее подстегнуло. И все последующие встречи Юля завершала, как и подобают фаворитке, подтвердившие звание сильнейшей на сегодня спортсменкой среди девушек по шпаге. Через неделю кировских фехтовальщиков ждет большое событие. Традиционное состязание памяти Николая Порфирьева, входящее в систему отбора, сильнейших российских юношей и девушек на поездку на мировое первенство. Три ковра и два чемпионата. Во дворце единоборств была опробована необычная схема проведения борцовских турниров. Спортивную арену между собой поделили самбисты и рукопашники. Рукопашный бой обычно используют очень часто в последнее время борцовскую технику. Вот с этим и основное сложность. То есть, в принципе, борец без, вернее, боец рукопашного боя без борцовской подготовки очень сложно будет. Происходящее смешение стиля и тем и другим единоборцам может пригодиться. На чемпионате области по рукопашному бою ежегодно по осени экзаменуют претендентов на бои окружного масштаба. Пока в наилучшей форме находятся представители «Динамо», взявшие первое общекомандное место. За ними расположились спортсмены Налинска и представители федерации «Миксфайта». Что касается самбистов, то, опробовав силу на первенстве, им вскоре предстоит куда более серьезная проверка. В Кирове пройдет фестиваль единоборств. В его программе обозначены греко-римская и вольная борьба, дзюдо и самбо. Причем у представителей последнего вида цена победы будет очень высока. Это допуск на зимнее первенство России. И в заключение программа о футболе. Футболисты-машиностроители могли в среду оформить очередной успех в чемпионате Межрегиональной Федерации Футбола «Золотое кольцо». Но сыграв ничью 2-2 в Иваново с молодежкой текстильщика, теперь судьба призового места у заводчан решится в последнем туре. Они даже не потеряли шансы стать вторыми. Но для этого нужно обыгрывать дома «Череповец» и одновременно надеяться на неудачи прямых конкурентов. Решающий поединок пройдет на следующей неделе в среду, начало в 15.00. Подведена черта под розыгрышем турнира «Золотая осень». На стадионе «Родина» прошел его областной финал. Дойти до него пытались более 300 команд, игравших на предварительных стадиях. Но везет, как говорится, сильнейшим. Например, ученикам 21-й школы. Выиграв городской турнир, они с таким же успехом отыграли областной, став его победителями. В тройку медалистов вошли сборная экономика правового лицея и 62-й школы города Кирова. На этом у меня все. Ровно через неделю в это же время мы подведем новые спортивные итоги. Болейте за наших и до встречи на каналах России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова